16 мая в актовом зале администрации Каспийска состоялась 28-я сессия собрания депутатов 7-го созыва. Руководил встречи председатель Абдул-Вахид Жаватов. Помимо этого, на заседании также присутствовали зампредседателя Аза Алиева, замруководителя фракции Марина Тесля и замглавы Каспийска Казбек Демиров. Начиная с собрания, Абдул-Вахид Жаватов коснулся положительных новостей. Он отметил труд работников социальной сферы и коллектив ЦГБ хирургического отделения, вручив им благодарности. Помимо этого, он подчеркнул, что депутаты Тагир Ахмедов, Долгат Расулов, Анас Гасаналиев и Муслим Рамазанов активно участвовали и оказывали содействие в партийных акциях «Единой России». Все для фронта, все для победы. Вам большое спасибо за то, что открытнулись на акцию «Единой России», и мы помогли ребятам, помогли фронту, купив технику и оказав гуманитарную помощь. Вам большое спасибо. На самом деле, ребята в этом нуждаются. Первый вопрос на повестке дня касался внесения изменений в бюджет городского округа на текущий год и плановый период 2024-2025. В своем докладе замначальник финансового управления администрации Камиль Мамаев рассказал о предложениях, увеличении лимитов в некоторых образовательных учреждениях города, МБУ «Зеленый город», управление культурой и многое другое. Далее прозвучал вопрос об исполнении бюджета за прошлый год в первом чтении. Из перевыполненных остатков председатель собрания депутатов предложил отремонтировать улицу Гамзатова. «Давайте вперед сделаем. Уже сколько? Миллион жалоб будет. А там же 8-я школа, большая школа. Люди сюда ходят. Так же получается, да? И они все, дети, входят в нашу маленькую детскую саду в школу по проезжей части. Им нет куда ходить. Нету мы, когда делали улицу, разбили тротуар. Поэтому давайте сделаем это для людей, для горжан». Помимо этого, был озвучен вопрос об учреждении официальных символов Каспийска и МБУ культуры Каспийский драматический театр. «Я понимаю, что Каспийск становится туристическим городом. Если говорить о времяпровождении, в том числе и гостей, которые нас будут посещать в туристический сезон, то кроме кинотеатра Москва, собственно, посетить и нечего культурных учреждений. Поэтому надеемся, что театр, который может быть создан, он будет в том числе и в какой-то степени визитной карточкой города со временем». Темами встречи стали и вопросы о рассмотрении протеста прокурора, утверждение порядка размещения НТО и установления платы за использование в этих целях земель, жилых помещений для нанимателей по договорам соцнайма, а также об увековечивании памяти Назима Шеренбекова, установить памятную доску на доме номер 2 по улице Лишенко. «Проживал в городе Каспийске, родился здесь, учился в шестой школе. Он погиб 3 мая 2012 года при тушении автомашины. Он работал в МЧС и ему присвоено почетное звание указом президента Российской Федерации 24 декабря 2013 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении своих служебных обязанностей, присвоенную Одину Мужества». Заключительным стал вопрос о внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Отметим, что по всем вопросам были приняты соответствующие решения. Продолжение следует...